Привет всем, друзья! Это неожиданный врыв, и как вы можете судить по заставке, это совсем-совсем свеженькая игра Robocop Rock City. Но это демо-версия, сама игрушка выходит 2 ноября. Вы знаете, я слежу за новинками игровой индустрии, несмотря на то, что на канале в основном идут олдскульные проекты из 90-х, нулевых. Но данную игру я не мог просто стороной обойти, потому что все пацаны плюс-минус моего возраста, ну как бы неравнодушны к Robocop, к Терминатору и подобным фильмам из 90-х, 80-х. Робокоп первый, по-моему, вышел в 87-м, если я не ошибаюсь, и, слушайте, его достаточно часто крутили по федеральным каналам, то есть я думаю, что вы со мной согласны, что, наверное, это один из таких любимых фильмов детства. Робокоп Rock City сделали ребята, которые сделали предыдущую игру по Терминатору. Вообще, по Терминатору, наверное, стоит сказать, что это вообще, наверное, один из моих любимых фильмов, когда-либо выходивших. Я имею в виду там первую-вторую часть. И сделали они достойно, на самом деле, игрушку. И мне кажется, рано или поздно на нашем канале она выйдет полностью в прохождение. Робокоп Rock City, я не знаю, я не спойлерил себе ничего. Знаю, что максимально здесь авторы постарались, чтобы были в соответствии с фильмом. Событие будет в Детройте разворачиваться. Даже оригинальную музыку завезли, понимаете? Вот то, что сейчас играет на заставке. Да, она немножко миксованная, но она реально из фильма, из заставки. То есть, это очень круто. Должно реально быть очень атмосферно. Единственная претензия сейчас к игре, это так называемая ее работоспособность. То есть, к сожалению, из-за демо-версии она и подтупливает, и у меня пару раз вылетало. Но я надеюсь, что если и будет вылетать, то не так часто. Но сама игрушка выходит 2 ноября, и стоит понимать, что перед нами пока что демо-версия. Вот. Так что давайте заценим, что нам авторы предлагают. Я тут немножко побегал просто, но мы начнем новую основную кампанию, разумеется. Зацените саундтрек. Слушайте, шикарно, да? Ну, я надеюсь, вы узнаете эти ноты. Начинаем новую основную кампанию. Я буду на нормальном проходить, просто наша цель посмотреть игрушку. Экстремально мы уже будем проходить, если она нам и вам понравится, и, собственно, я ее приобрету тогда. В заставке текст. Я постараюсь его быстро прочитать. Но он достаточно мелкий. Игрушка поддержит русский язык, но озвучки пока что нет, наверное, и не будет. Вот они, выпуски новостей, которые в фильме были. За 3 минуты мы покажем вам весь мир. Добрый вечер, с вами Кейси Вонг. Военная подлодка, пропавшая 3 года назад, неожиданно оказалась в Балтийском море. Дезориентированные моряки по ошибке открыли огонь по территории Лапландии. 12 человек были убиты. К счастью, наши подводники, которые успели соскучиться по родине, снова на американской земле. С возвращением полиции. Перейдем к местным новостям. Новая волна преступности, накрывшая Детройт, уже унесла жизнь 21 офицера. Глава корпорации ОСР, которая финансирует полицию, руководит ее, сделал следующее заявление. Старый Детройт мучается от рака, и этот рак – преступность. Опухоль нужно вырезать и скальпив рукав ОСР. По нашим источникам, цели атак было привлечение внимания человека, чья личность по-прежнему неизвестна. Судя по всему, это опасный некто, новенький в городе, и намерен развернуть деятельность в Старом Детройте. Убери от меня свои грязные руки. Заткни ее. Прошу прощения, кажется, у нас... Захват. Телевидение у вас. Помехи? Это про меня? А ну, свали! Это Продиджи. Не переключайте канал, мы скоро вернемся к обычному вещанию. Так вот, это сообщение для новенького в городе. Ты вроде как хочешь потратить деньжат в нашем чудном мегаполисе. Хочу сказать тебе вот что. Горящие головы открыты для предложений. Ты, возможно, знаешь нас как главных поставщиков Ньюка в Старом Детройте. Ньюк – это самый мощный наркотик, вызывающий сильное привыкание. Его можно купить у любого супермаркета, школы или библиотеки. Буквально на каждом углу. Но мы способны на большее. Давай-ка поближе камеры. Это офицер. Я офицер. Офицер Говард. Проиллюстрирует мои слова. Понимаете, офицер Говард устроил облау, которая обошлась нам в кругленькую сумму. Мы хотим вознаградить доблестного полицейского и поощрить его за честный труд. Понимаете, офицер? Так. Дозы Ньюка, которой хватит на всю жизнь. Парень, тебя такое ждет. На здоровье, наслаждайся. Эй, новенький. Мы горячий голову, способны на все, чтобы ты там не задумывал. Мы к твоим услугам. Что тебе нужен? Поджог, контрабанда, наркотики, старое доброе убийство. Это все по нашей части. Те есть бабки, у нас есть власть. Ну, не все я успел, кстати, прочитать или все. Ну, достаточно быстро они говорят. То есть, понятно, как и в классической игре, здесь процветают в Детройте бандиты, разбой, наркотики. Мне интересно будет, как реализованы вообще улицы Детройта. А вот, собственно, они, смотрите. А это Мерфи подъехал. Наш робокоп. Бывший полицейский. Слушайте, ну, графика мое почтение, конечно. Здесь Unreal Engine 5. Как бы это видно. Рад тебя видеть, Мерфи, лейтенанту главного хода на телестанцию. Ну, давайте осматривать. Ну, слушайте, по-моему, шикарно. Я уж буду наслаждаться. Холоритом улиц. Ходит он не спеша. Но, в принципе, как и в фильме. Земля сотрясается. Судный день настал. Какой-то бомж. Магазины. Немножко не хватает то, что... В офисных помещениях никого нету. Ну, будем считать, что это ночь. И, в принципе, офисные сотрудники давно уже по домам ушли. Отношения деталям сразу же отмечаю. Эй, красавчик, давай устроим шоу. Вперед, робо, покажи. Ну, то есть, люди, видите, они не шарахаются от робокопа. То есть, это уже времена, когда модели робокопов введены в всеобщую эксплуатацию. И в помощь к полицейским. Господи, да что происходит? Обычный день в старом Детройте. Да говорю же вам, этот город проклят. Мы и так давно в аду. Детройт очень атмосферный город. И многие их в своих игрушках используют. Но, согласитесь, потрясающая архитектура. Такой, знаете, нуар. Вот эти вывески, да, неоновые. Все потрясающе. Они приехали на грузовиках, вышли и начали стрелять по всему, что двигались. Похоже, ваша подруга испытала серьезное потрясение. Я приведу врачей, а не осмотрят ее. Да не парьтесь, у нее просто ломка. Ну да, похоже, здесь вообще все сидят на наркокоте. Вот эти старенькие телевизоры. Напомню, что вроде как события, если что поправьте, ну, по-моему, события разворачиваются именно в каких-то 80-х, середина 80-х. То есть плюс-минус и когда фильм вышел. Смотрите, поезд проносится. Ну, по первым впечатлениям, город реально крутой. Но нужно понимать, что это старт игры. И в старте игры, особенно в демо-версии, авторы хотят максимально сделать свой продукт классным, чтобы на него обратили внимание. Спрашивают очевидцев. Видимо, здесь копов расстреляли. Не стоит, я уже пробил номера. Ты же знаешь, для нас улик много не бывает. Ну да, смотрите. Тело. Атака на СМИ. Неужели в мире не осталось ничего святого? Кошак, кстати. Смотрите. Сейчас столкнет, наверное. Да, прикольно. Так, а вы тут что, ребята, делаете? Сматривайте улики. Да, смотрите. Если так и дальше пойдет, нам не хватит мешков на все трупы. Да, полицейских облаву какую-то совершили. Видимо, вот это панк бригады. Ну, какой-то гражданский. Я даю вам 10 миллиграмм. Не женичай дорогуши, а сразу дай 20. Ну, кого-то... Вкалывают какие-то темы. Чтобы, наверное, боль ушла. Ладно, пойдем дальше. А, ну вот, собственно, мы идем к студии канала 9, которые захватили... ...вот эту вот банду. Во главе с... ...с чуваком, похожим на солиста Продиджи. ...с Кейт Флинтом. Так, дошли. Надеюсь, она не будет вылетать, реально. Пару раз она уже у меня вылетала, эта игра. Больше ждать нельзя. Этим маньякам даже повод не нужен, а у них куча заложников. Но, сэр... ...есть, сэр. Конец связи. Какова ситуация? Придурки из ССР сказали, ждать спецназа не дергаться. Вот тебе ситуация. Я, кажется, сейчас отключусь. Не так быстро, дружок. Кто потом будет здесь убираться? Я так легко не отпущу. Это дворник. Вы прямо как моя жёнышка говорите. Давай-ка тебя подлатаем. Не будем стердить твою жену. Надавись сюда. Врача! Вот ты где, напарник. Льюис. Льюис, кстати, очень похожа на... ...чувиху из фильма, прям прорисованная. Такой же персонаж. И это очень круто. Извиняй, чувак. Копы требуют, чтобы мы освободили заложников без обид. Но они сейчас выкинут его. Ну да, они выкинут его. Туда нельзя, надо ждать подкрепления. Подкрепление прибыло. Я и не сомневалась, что ты так скажешь. Нужно найти другой путь. Здесь идти слишком опасно. Для меня, может, и опасно, но тебе огонь не страшно. Иди, а я что-нибудь придумаю. Считай, я даю тебе фору. Вперед. Ну да, им уже пофиг на огонь, в принципе. Перестань, переп... Так, персень перепал золотой. Нас какой-то шишки сняли. Только глянь на него. Рожа знакомая. Опа. Вот это встреча. Ребятки, ребятки, у нас гости. Кто заказал железного клоуна? Ну, мне кажется, вы и зря, ребята, это сделали. Брось оружие. Скам. Мусор. Ну, что я вам могу сказать. Стрельба достаточно прикольная сделана. У меня бесконечные патроны, если что. Ох, это музыка. Блин, а расходуется запас здоровья 81%. Слышите, да, этот саундтрек? Эпически. Ну, немножко, конечно, медленный рыбокоп. Ну, окей. Мне подсказывает, что можно вот так вот увеличивать, собственно, масштаб. Но это я и сам понял. Вопрос только, как группа панков, по сути, смогла захватить такой большой объект. Так. Телевышку. Эту башню. Здесь есть, кстати, прокачка. Слушайте, единственное... А, ну, можно, наверное, хиляться, да, я так понимаю? Во. Отлично. Хил, хил. У меня есть три хила, но еще два осталось. Только вопрос, как тут сохраняться. Непонятно. Ну, ладно. Так, кто-то на лифте приехал. Смотрите, разрушение, кстати, здесь достаточно прикольное. Видите? Вот. Так что робокопа можно будет грейдить. Здесь вроде как есть свободный выбор... Ох ты, пипец. Свободный выбор заданий. То есть, я не знаю, я надеюсь, что здесь будет псевдо какой-то открытый мир. Можно будет походить по Детройту. О, все, что ли? Ну вот, собственно, первая волна панков. Поднимаемся на лифте. Наша напарница, Льюис, по-моему, ее зовут. Да. Льюис, ты здесь? Надо запустить лифты. Распределительный шкаф в подвале. Давай е. Пока ты был занят геройствами, подвигами, я взяла ключ в карту у этого уборщика. Знаешь, неплохо иногда заняться реальным делом, да? После вас. Лифты не работают, лестницы тоже заблокированы. Похоже, кто-то не хочет, чтобы их беспокоили. Ну, разумеется. Мне очень интересно будет, как будет здесь подан сюжет. По идее, ребята, вот, из этой студии, которая... Блин, у меня просто из башки вылетела компания, сделавшая игру. Так, подожди. А, улика преступления здесь есть. Смотрите-ка. То есть, надо что-то такое подбирать, да? А это, получается, сканер. То есть, так мы можем сканировать местность. Это граффити еще свежее. Ну, понятно, мне подсказывают аж, чтобы восстановить здоровье. Но это я уже понял. Ну, понятно, что граффити свежее. А как ты еще представляешь себе? То, что в подвале киностудия такой... Ой, киностудия, говорю. Телестудии, типа, рисовали бы граффити? Маловероятно. Конечно, это панки нарисовали. Ньюк. Во, отлично. Это аптечка такая была. Подобрал я аптечку. Так. Так. Так, подожди, Льюис. Ты... Как бы человек. Слушайте, а Льюис-то справляется неплохо. Ну, вот это, конечно, забавно. Чувак, тебе вообще норм. Да, конечно, без апгрейдов пока что достаточно проблематично справляться даже с панками. Я так понимаю, дальше и с роботами нужно будет воевать. Помните, да, такого робо-ципа огромного? Так, давай зайдем. Сканирование. Передозировка ньюком. Ну, короче, ему вкололи, на самом деле, вот этому чуваку офисному. Эти панки этого ньюка, и он умер. А, ну, у меня все есть. Ну, давайте так вот сделаем. Восстановим здоровье. Возьмем еще одну аптечку. Улетает, конечно, не славно. Вообще, эта игра понравится рокерам. Потому что здесь не рокерам, а, наверное, рэперам, скорее всего. Потому что тут мочишь панков постоянно. Ну, пока что, во всяком случае. Так, подожди, Льюис. Ты слишком, это, бежишь вперед. Не, ну, разумеется, я восстановлю здоровье по максимуму. Да, говорили, то, что рассинхрон голосов. То есть, по сути, уже труп. Так, Льюис, блин. Ну, ты, конечно, отважный полицейский. Рассинхрон голосов. То есть, убиваешь панка очередного. Ой, извини. А он потом что-то говорит. Типа орет или там кричит. Как он может кричать-то после смерти? Может взять штурмовую винтовку? Оно здесь, Мерфи. Это эта сервис-бокс, да? Так, подожди. У меня по сценарию убралось оружие или как? Ладно, что вы хотите? Восстановить электропитание лифтов. Ну, давай восстановим. Изучение предметов. С помощью зрения робокопа можно осматривать людей, предметы в поисках урек. Обращайте внимание на предметы со знаком вопроса. Нажмите правую клавишу мыши, глядя на вопрос, чтобы осмотреть им. Ну, давайте попробуем. Обнаружено короткое замыкание. Вижу короткое замыкание. Нужно изолировать кабели. У меня есть кое-что на этот случай. Жвачку. Ну, не знаю. Это так работает? Из-за предательности я не занимаюсь, Льюис. Спасибо, но это была командная работа. Они удерживают всех в студии. На 30-м этаже. Так-так, наши друзья все с ним наконец решили поучаствовать в нашем феерическом шоу. Боюсь, на автограф сессии вы опоздали. А, его пепел зовут. Я отчаливаю, но вечеринка продолжается. Развлеките наших гостей как следует. И нюка не жалейте. Чао. Ну, понятно, он сваливает и оставляет свою свиту. Он увидел себя, короче. Реально, это был прикольный момент. Обратили внимание, да? Мерфи увидел себя в образе человека. Ну, просто знай, что я здесь, если понадобится. Слушайте, неплохо сюжетно так они подают вот эти сценки. Подонки обнаружены. Где мое оружие? Вообще пофи-то. Чуваки. Вы реально думаете, что справитесь с рыбокопом? Так, подожди, Льюис. Улика. Здесь ничего нету. А здесь есть улики. Нет, давайте восстановим немножко здоровья. А, можно схватить. Ха-ха. Ну, давайте приканемся. Блин, а кто меня тут подзарвал-то? Все, вы меня не надоели. Беру тяжелое оружие. Давайте на город посмотрим. Ну, неплохо, согласитесь. Вывалиться из окна я не могу. Рядом какой-то отель. Так, чувак. Дай насладиться видами Детройта. Очень большая отдача у автомата. Знаете, мне пистолет больше нравится, если честно. У него нет отдачи. Абсолютно. Разрушаемость объектов достаточно крутая. Так, Льюис там что-то ругается. Так, ну мне надо подлечиться. Интересно, что дают очки преступления и улики. Наверное, за них прокачивается наш главный персонаж. Я не понимаю, почему иногда здесь что-то взрывается. Это достаточно странно выглядит. То ли он попадает в мониторы, то ли еще что-то. Огромное количество ньюка. Так, Льюис, подожди, я тут хочу посмотреть. Комната совещания. Убирайтесь отсюда. Get out here. Так. Сканирование. Сильнодействующие антипрессанты. Ну, понятно. Ну что, как вам игра-то? Панк пауэр. Ха-ха. Сила панков. Ну, понятно. Закрыто. Когда преступники захватывают заложников, у вас есть всего несколько секунд, чтобы уничтожить угрозы и защитить невиновных. Ваши невероятные рефлексы помогут вам в этой ситуации. А как их активировать? А, ну понятно. Заложник, кстати, исчез почему-то. В конце. Слава богу, вы пришли. Этой девушке очень нужен врач. Мерфи, этим людям надо помочь. Ты иди, а я останусь с ними. Хорошо. Это Льюис. Мы освободили трех заложников. У одной из них полевое ранение в живот. Запрашиваю срочную медицинскую помощь. Прием. Так, а я-то куда пошел? Дальше. Найти и спасти оставшихся заложников. Сколько же дают аптечек, пипец. Не, я возьму пекаль, мне он больше нравится. Это мы уже на крышу выбираемся. Я думаю, финальный замес будет где-то там на крыше. Вообще, очень похоже на крепкий орешек чем-то. На первую часть, где он там в небоскребе. Или какая-то часть. Первая же. Только вместо Брюса Уиллиса робокоп. Также заложники. Правда, там... Преступники сами были более такие... Поумнее, по-моему, в фильме о крепкий орешек. Здесь какие-то реальные отбросы. Прикольно разрушаются объекты. Наконец-то! Они понимают, что это робокоп. Ну, насколько нужно быть безмозлом, чтобы не понимать, что, как бы, силы не равны, чуваки. Ну, невозможно тут что-либо сделать. Так, давайте я подлечусь. Аптечка дает реально очень много. Но стрелять, знаете, вот стрельбу я могу отметить. Достаточно приятно. Вот это умение Мерфи приближать. Вот так вот, прицеливаться. Тоже достаточно круто сделано. Пока что я особо минусов не вижу, реально. На начало игры. И какое-то, знаете, разнообразие есть. То есть, мини-задачки есть. Так. Мне тут не хило так... А что произошло-то? Как меня так мочканули? Гранаты, что ли? Ну, ребят. Где тут аптечка еще? Ладно, я думаю, что найду. Вот вам и пожалуйста. Чуть-чуть и расслабился. И сразу хардкор. Ладно, будем искать аптечки. Сзади, конечно, были аптечки, но мне лень туда идти. Во, отлично. Еще бы одну найти, и было бы совсем все хорошо. Пока что находим улики. А кто засранец? Так, интересно, мы выберемся на крышу или не выберемся? Аптечку вижу. Нюк. Так, а это по сценарию было, да, я так понимаю? Меня подорвали. Это какие-то воспоминания пошли. Конечно, мам, что у нас сегодня? Это сюрприз, молодой человек. А вы руки помыли? Это обязательно? Я в грязи не копался. Флэшбокки какие-то. Ну, а что у папы? Он будет вернуться домой? Аликс? Что ты думаешь о цветах этой древесины? Я не уверена, если я люблю паттерн. Помехи, конечно, серьезные у него. Короче, у главного героя был отец тоже полицейский. И вот он так... Поступил как отец. Там. Блин. Все-таки убили одного заложника. Так, ну-ка, не смей. Одного заложника убили, к сожалению. Прорисовали даже, смотрите, трещину на стекле. У него, видите, в визоре. Без резких движений, легавые. Я тут умирать не собираюсь. Давайте тоже вертолет. Дорогой, ты так много работаешь. Может, пора взять отпуск? Нам бы не помешало отлечься от реальность, как душ. Но это его опять глючит. Прием, я с тобой говорю, блестяшка. Держись подальше от двери. Или я ее пристрелю. Клянусь. Не знаю, что бы я делала, если бы тебя потеряла. У тебя три секунды. Три. Вот что мне нужно для счастья. Наша семья. Все, что мне нужно. Две. Сейчас ее застрелит, наверное. Обещай, что мы... Последний штан. Че дело? Я тебя так люблю, Алекс. Так. Льюис нас спасла. Ну, Мерфи кроет. Реально, Мерфи кроет. А это еще и записывал на камеру. Но будет скандал, я так понимаю. В СМИ просочится, что Робокоп не... Что она от меня хочет? Уберите ее от меня. Мне жаль. Что не видите, оно нестабильно. Прошу, успокойтесь. Вечер выдался тяжелый, уверяю. Все хотят быстрее вернуться домой к семье. Хотя для кого-то ночь только начинается. Ну, короче, засняли материал. Компромат такой, что Робокоп наш не совсем исправно работает. И, видимо, будет негативная такая волна. Так, заставочка. Ну, что касается, вот визуальной составляющей, очень круто. Понятно, модельки лиц персонажей не идеальны. Но эта студия никогда не выделялась прорисовкой моделей лиц людей. Я могу оплатить залог наличный без проблем. Мелкими принимаете? В очередь. Знакомый, кстати, актер. Я его тоже где-то видел. О, все аплодируют. Молодец, Мерфи. По-моему, ты о кое-ком забыл. Офицер Льюис, вы прекрасно справились. Пепел сбежал, поджав хвост. Было бы неплохо, если бы мы его поймали. Ну, все, все. Закончили друг друга подлизывать? А? Славно. У нас проблема. Ну, понятно, видите, компромат. Ненадежный, как робокоп. Мы поговорим с Максом Беккером, главным подразделением концепции безопасности. А ну, тихо. Мы бы никогда не выпустили на улице брак. Мы все видели, как он колеблется при вопросе жизни и смерти. Почему? Он точно знает, что хорошо, а что плохо? Послушайте, я бы не доверил ему жизнь собственных детей. Будь они у меня. Это был просто один небольшой сбой. Спасибо. У меня еще остались вопросы. Ну, не очень убедительный ответ. Руки чешутся и ей шею свернуть. Ну, в чем-то она права. Это не был единичный случай. Это закономерность. Закономерность, которую старик хочет изучить и исправить. Да, конечно, нужно осмотреть, робокоп. Давай-ка посмотрим, что в этой железной голове. Что у Мерфи в голове, и так ясно. Нас больше беспокоит, что ваше. Ты лучше меня не доведи. Ты, за мной. Ну что, давайте... Давайте на этом пока что остановимся. Выпущу я, наверное, еще один видос. Да пройдем демоверсию. В следующем видосе посмотрим, как тут полицейский участок обустроен. Я так понимаю, нам покажут систему апгрейда. Пока первые впечатления таковы, что игрушку стоит приобрести. Она интересна. Есть атмосфера, самое главное для меня. Есть схожесть с фильмом. Но свое мнение вы можете оставлять в комментарии. Стоит ли дальше проходить эту игру. Мне кажется, что стоит. Увидимся чуть позже. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok